Так, господа, снимайте маски и съешьте ливерные колбаски. Михаил Юрьевич Лермонтов, маскарад. Добрый утро, друзья. У нас в гостях сегодня, просто я как к Еве подхожу, возвращая эту историю, с яблоками народной артистской России Лариса Долина. Доброе утро, Лариса Александровна. Доброе утро. Я хочу, прежде чем мы начнем, объявить о важном, и вы, может быть, даже не знаете об этом, о том, что был недавно проведен опрос, подведена статистика, и выяснилось, что вы занимаете почетное третье место по количеству посещений программы «СМАК». У вас сегодня пятый эфир. Давайте мы поаплодируем Ларису Александровичу. На первом месте, ну, с большим отрывом. На втором месте – Валдис Пельш, а на третьем – Лариса Санновой. Так что мы вас поздравляем. Что мы сегодня будем готовить в эту пятую юбилейную для нас как часть программы? Мы сегодня будем готовить японский рыбный суп, который называется «Канидзасой» и рыбный салат. Рыбный салат и японский рыбный суп. А салат какой национальной кухне принадлежит? А национальная кухня имени Ларисы Долиной. Ах, вот оно что! Так, значит, что мы делаем для начала? Мы берем стакан риса. Стакан риса. Это для супа. Смотрите, у нас есть рис, который в пакетиках рассыпчатый. У нас вот где-то по 100 грамм, я не знаю, два пакетика можно. Значит, вот этот очень хорошо будет для супа, а вот этот длиннозернистый, он будет для салата лучше, да. Итак, значит, мы берем сейчас стакан риса для салата, да? Нет, для салата мы берем этот рис, но не стакан, а одну треть стакана. Одну треть стакана. Вот так вы решили? И вот это количество риса нам пригодится для? Совершенно верно, для салата. Одна треть для салата, это для салата. Теперь берем рис тот, стакан такого риса, это у нас для супа. Стакан такого риса. Смотрите, вот здесь у нас 100 граммов. А, здесь 100 граммов. А стакан 200 граммов. Ну, 250. Но мы можем взять чуть меньше. Хорошо. 200 граммов, да? Это не проблема. Я думаю, что это не имеет никакого технического и физического значения. И начинаем варить потихонечку? Да, мы заливаем это. Нам эта вода потом же нужна будет или нет? Нет, рисовая вода не нужна. Нужна будет вода от рыбы. От рыбы. Все. Тогда мы можем по большому счету, друзья, количество воды не считать, потому что рис в пакетиках, и он сварится сам вот абсолютно так. То есть ты уверен в этом? Да, да. Хорошо. Он будет рассыпчатым. Замечательно. Нам надо будет сейчас довести до кипения эту воду, подсолить, и только потом туда рис не вкладывать. Хорошо. Теперь мы берем рыбу. Это у нас семка, да. Мы берем все. Берем семку. Вот здесь как раз очень удобные плоские кусочки, которые мы можем спокойно отварить вот в этом сотейнике. Заливаем воду для того, чтобы потом положить... Совершенно верно. В эту воду в кипящую прямо? В кипящую. В кипящую и подсоленную. Она закипит. Мы подсолим, и потом рыбку положим туда. Принципиально. Так вот супчик этот японский. Это единственный суп, который мне понравился в японской кухне. Поскольку я рис не ем, в принципе, то для меня японская кухня как бы с одной стороны закрыта, поэтому я предпочитаю есть, если я хожу в японский ресторан, то я ем там, естественно, сашими, и вот это единственный суп, который я там ем. А как, напомните, еще раз называется этот суп? Канидзасуй. Канидзасуй. Так, что у нас происходит? Теперь, что мы делаем? Для салата. У нас вот семка для салата, поэтому мы сейчас, пока у нас варится вода для риса и для рыбки, мы шинкуем лук. Это мы сейчас сделаем. Сейчас, секунду, я только посмотрю. А я тогда с единой буду шинковать. У нас с кипящей воды опускается. И сколько он варится-то у нас там? 20 минут. О-о-о. Так. 20 минут, подождите. Так, варится 20 минут. Ванечка, твой? Ты, пожалуйста, это я буду делать, а ты, пожалуйста, лучок. Лучок, я так и думал. Ну, в общем, да. Валерий Александр, вы отрезаете... Вот это нам нужно или вот это? Да, нам нет. Нам нужны листочки. То есть я сейчас мелко нашинкую. Обратите внимание, друзья, Валерий Александр зрит, можно сказать, в корень. Потому что вот эти листочки, самые маленькие листочки сельдерея, они являются самыми ароматными. Вы их можете добавлять в любые блюда, и это будет очень вкусно. Сколько лука нам нужно? Нам нужна... И все просто режем, да, Игорь? Да, для жарки. Режем мелко для жарки. Лариса, я знаю, что у вас гости бывают часто. Я знаю, что дом у вас хлебосольный. Как так получается, что вы, при том, что вы все время гастролируете, и при этом при всем у вас получается еще и готовить, и делать так, чтобы все были сыты? Ванечка, ты знаешь, можно было бы, конечно, обойтись самым простым. Заказать из ресторана еду, или просто оставить мою помощницу дома. Или просто, например, позвать гостей, назвать другой адрес. И дело решено. Да, можно было бы так делать. Но поскольку я ужасно люблю готовить, и мне крайне редко удается подойти к плите и накрыть стол, то я получаю от этого фантастически... То есть вы из всех людей, кто за плитой, за готовкой отдыхает и получает удовольствие? Отдыхаю и делаю я это очень быстро. То есть я готовлю очень быстро. И в момент начала готовки я уже начинаю, я придумываю все, что я буду делать. И это на самом деле очень быстро, если ты этого хочешь, и если тебе это нравится. Это касается не только кухни. Это касается всего и жизни в том числе. Правильно же я понимаю? Верно. Приступаем к рису для салата. Нам просто нужно сварить вот этот рис. Да, совершенно верно. Сколько там написано, его нужно варить? Вот этот рис нужно варить 15 минут. 15 минут. Потому что он шлифованный. Совершенно верно. А вот этот рис, он... 20 минут. Пропаренный. Да. Пропаренный и шлифованный. Замечательно. Хорошие фамилии для дуэта эстрадного. Да, это пропаренный. Владимир Пропаренный и Эдуард Шлифованный. С песней. Я люблю тебя. Жизнь. Жизнь, да. Так, хочу обратить внимание, что сейчас я посолю воду. Просто на секунду сам себя прерву. Посолю воду и рис. Огонь не уменьшаем пока. Да. Сыпем туда рис. То есть сами туда рис. Да, да, да. Прямо туда. И выкладите. Вот так вот и все. Так, замечательно. Сейчас мы подсаливаем эту водичку. Думаю, достаточно соли. И теперь мы... Берем семгу, наверное? Берем семгу. Вот прямо так, с кожицы, да? Вот прямо там мы ее потом... А что, кожица наверх, вниз? Абсолютно все равно. Выкладываем. Сейчас, секунду. Вот, друзья. И накрываем, накрываем это крышечкой. И оставляем это все вариться. Рис у нас варится. И нам нужно, если не ошибаюсь, залить вот этот... Вот эти вот... Сколько тут у нас? Одна треть стакана? У нас здесь одна треть. Значит, нам нужно сюда налить, ну, предположим, два с половиной стакана. Два. И половиночку. Я даже вот так вот поднял. Чудно. Все. Замечательно. И ставим это на огонь тоже. Совершенно верно. Закипела у нас? Так, теперь берем... Сейчас закипает. Горбушу. Горбушу? Угу. Так, мы берем теперь горбушу, которая... Какого копчения? Холодного? Холодного копчения. И она варится гораздо меньше. Ну, милая моя, ну ты тут, конечно, разлеглась. Она красивая. Да. И нам это много. Нам нужно половиночку тушки. Ну, вам это много, а нам это как раз. Да. Половиночку, да? Половиночку тушки нам нужно. Мы специально так разрезаем, чтобы не чистить все. Потому что... Ой. Совершенно верно. Да? Это вот ой. Это мы с тобой потом. Это мы потом. Никто не видел. Да. Варись, рыбка большая и маленькая. Варись, рыбка большая и маленькая. Ну, я подержу. Давайте, давайте. Сейчас я... Вот. Намечательно. Она тут такая... Мы ее доводим до кипения и потом варим 15 минут. Значит, и это тоже нам для этого нужна отдельная емкость. Да, это какая? Совершенно верно. Да, нам нужна еще одна кастрюля. Еще одна кастрюля. Или сотейник. Это будет суп. Это для супа, Горбуша. Это и будет тот самый суп, да? Вот эту рис, вода нам не нужна. Нам нужен бульон, который останется после варки рыбы. Слушайте, а вообще, в принципе, в результате-то мы в какой кастрюле будем? То есть можно... Давайте вот в это. Давай в это. То есть тогда у нас будет как бы... Давайте сейчас. Тогда мы берем воду. Вот сейчас тогда Александр, вы должны нам скомандовать, а сколько этой воды нужно? Значит, нам нужно немного воды для Горбуши. Поэтому, ну, сначала давай положим рыбку, а потом будем заливать ее водой и посмотрим. Я положил. Сейчас. Да, положим сначала воду, а потом попробуем. Давайте, давайте, давайте. Нам не нужно много воды для этого. Надо просто залить водой. Чтобы она была закрытой водой. Да, закрытой водой, довести до кипения и 15 минут поварим. Вот так, да? Чудно. Все. Все. Закрываем. Закрываем и ждем, пока закипит. Вот это, конечно, рецептик. Мы закрываем, ждем, пока закипит. Я хочу напомнить, что у нас варится рис, что у нас варится другой рис. Потом у нас варится семья. Вот, варится семья. И варится горбуша холодного копчения. И варится горбуша. Джерри Хермана «Хеллоу Доли» в российском прокате назывался «Здравствуйте, Лариса Александровна». Эх, капустку бы чем-нибудь придавить. Мишка, сынок, беги-ка, принеси мне эту коробочку зеленую, в которой бабушки облигации держат. Павел Бажов «Малахитовая шкатулка». Дорогие друзья, «Смах» на первом канале. У нас в гостях Лариса Долина, Лариса Александровна. Так, что у нас? Семга. Семгу мы должны уже снимать, но мы должны сначала ее посолить. Посолить? А я солил воду сначала. Солил, да? Да, да, да. Извини, я этот момент пропустила. На самом деле, конечно, мы тут заболтались и, безусловно, 15 минут надо... Ничего страшного, ничего, горбушу 15 минут мы варим, но она у нас еще не кипела. Она у нас сейчас закипела. Давай вытаскиваем, кладем ее на такую посуду, в которой она могла бы хорошенечко у нас охладиться. Тогда это должно быть что-нибудь плоское. Потому как у нас, да, нам надо потом снимать кожицу и избавляться от косточек. Значит, 2 минуты должна повариться. Семга. Так, а мы с тобой засекли время варки риса? Да. Засекли, замечательно. Варки риса время. У нас такие большие куски, ну, 2 минуты. Это не супчик, это у нас салат. А, это для салата. Семга для салата, да. Семга для салата. Может быть, даже ее многовато немножко. Но мы посмотрим, я так на глаз всегда делаю. Наверное, она сварилась, я так думаю. Думаю, что да. Ее не надо много варить. Ванечка, а скажи, пожалуйста, вот ты не разлюбил готовить? Вот ты столько времени уже в эфире готовишь со всеми. Варя Александровна, невозможно разлюбить, когда любишь по-настоящему. И когда каждый раз, понимаете, каждый раз тебя ждет какой-нибудь сюрприз. Когда приходят гости, ведь каждый приходит со своим. Кто-то умеет готовить, а кто-то нет. И в этом тоже есть сюрприз. Ты думаешь, блюдо готово, а оно вообще не готово. И никогда не будет готово. А ты его уже съел. Причем съел хорошо. И в добавке попросил. Бывают разные ситуации. Давай посолим вот этот рис для салатика. Вот этот рис для салатика нам нужно посолить. А ты уже это на глаз делаешь? Ты не пробуешь? Ну я вот как-то так, знаете, я, если честно, мне кажется, с солью лучше не досолить, чем пересолить. Я тоже так считаю. Потому что мне кажется, что соль можно всегда, мне кажется, вот как-то так. Так, замечательно. Теперь нам нужно для салата еще порезать, я думаю, что двух яблок много. Мы их сделаем с одним. Так, а не нужно ли нам обжаривать уже лучок? Обязательно нужно. Да, то есть можно уже это делать? Уже можно начинать. А кроме лучка мы что-то еще будем обжаривать? Обжаривать больше не будем ничего. Вообще скажу честно, что такой салат, я лично, когда зову гостей к себе домой, я его делаю без яблок. Но кому-то нравится с яблоками. С яблоками, без яблок. Это же самое-то главное в этом салате. Мы же понимаем, это любовь, любовь к процессу. Вот расскажите, пожалуйста, Ларисана, вы же, слава богу, во время своих репетиций, поездок, записей, альбомов, а поскольку вы тоже являетесь обладательницей уникального дара расположить к себе иностранную звезду популярную, вот, а что, чем питаются они, звезды Америки? Ты знаешь, это ужасно. То, чем они питаются, на это даже смотреть невозможно. Джордж Дюк, например. Как все американцы, гамбургеры, жуткая пицца, совершенно верно. И когда мы пригласили Дюка на мой юбилей, и повели его в ресторан русский, с такой настоящей русской кухней, он совершенно был... Плюнел? Ашараж? Нет, 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 он понял, что в жизни существует вкусная еда. И очень полезная еда. Он ел всю жизнь, непонятно что. Он попробовал пельмени, и все. Теперь, когда он приезжает в Америку, он просит свою жену, чтобы она обязательно готовила ему пельмени. Ну, понимаете, ну, понимаете. Так, я... Поэтому питаются они очень скверно. А когда вы во время, скажем, поездок своих, туристических поездок, бываете за рубежом, вы какую кухню предпочитаете? Китайскую. Закипело у нас, вот смотрите. Теперь 15 минут мы варим гарпушу. Давай мы засечем время с тобой, чтобы не пропустить его. Немножко, правда, но все равно. Лук нам до какой степени нужно... Он должен быть у нас розового цвета, розово-коричневый. А нам не нужно всем вычистить? Обязательно. Мы ее должны, очень мелко должны рыбку разобрать. А вы знаете что? У меня есть такое ощущение, сейчас я посмотрю, что у нас происходит вот с этим рисом. У меня есть такое внутреннее... Что-то уже сварился, да? Вот, по-моему, он уже даже... Сварился, да? Все, тогда, значит, мы через ситочку его кладем в кастрюльку под сито, чтобы у нас вода вся стекла. Это мы для супа или для салата? Это для салата. Для супа у нас в пакетиках рис варится, если ты помнишь. Так, что же мне сказать? Подсказывает мне опыт, что вот здесь у нас все готово. Замечательно. Ты знаешь, что довольно странно я первый раз встречаюсь, но по одной простой причине, что я не очень часто готовлю, что варится рис в пакетиках. Потому что мы должны были к нему добавить чайную ложечку подсолнечного масла. За вкусом, а кто нам мешает добавить? А он же в пакетиках рис. А там пакетик-то с дырочкой, Александр? Да. И он как бы... Добавляем, да, добавляем. Подсолнечного масла? Да. Не знаю, для вкуса. Чайную ложку нужно вообще. Вот я добавил чайную ложечку. Ну, замечательно. Так, у нас прям, смотрите, мне кажется, он подруем, я не осужил, Александр. Нет? Сейчас иду, иду смотреть. Смотрите на него, как вы считаете. Еще надо чуть-чуть, чуть-чуть совсем, прямо вот, прямо секунда 60. Следите тогда, потому что сейчас я взял рис и пошел рис этот сливать. Я еще добавлю чуть-чуть масла. Так, так. Так. Вот, смотрите, вот, вот, висок. Чудненько. Оставляем его. Он у нас остывает немножко. Так. Давайте я напомню всем, что происходит у нас сейчас. Да. А у нас сейчас происходит... У нас доваривается горбуша для супа. Так. У нас практически доделан салат. Как уже, доделан? Да, за исключением того, что сейчас дожарится у нас лук, мы его сюда. Яблочки, значит, семга здесь уже. Кстати, у нас вот семга прямо такая вот на грани, да? Она чуть-чуть прямо вот такая вот. Да, 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 совершенно верно, да. Значит, сюда рис. Уложили яблоки. И семгу, уже разделанную руками. Я это делаю всегда руками. Можно, в принципе, ножом, но так проще. Руками проще. Она уже вареная, она очень легко поддается этому, так что можно это делать вполне руками. Хорошо. Рис для супа мы сварили. У нас готов. Рис для салата сварили. Салатик мы сварили. Мы сейчас его добавим сюда уже. Горбушу я сейчас выключу пока. Она у нас уже сварилась. Лук у нас сварилась. Дожаривается, доходит, доходит. Лариса, она оставляет вас здесь. На секунду мы прерываемся. У нас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что первоначально знаменитого героя романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» звали Горбуша. Витя, сынок, спустись под пол, найди там целую непочатую бутыль самогона и поднимай ее к нам с мамкой. Михаил Шолохов, поднятая целина. Дорогие друзья, с марта Первом канале у нас в гостях Лариса Долина, с которой мы сегодня готовим японский суп и салат по фирменному рецепту певицы. Совершенно верно. Лариса Александровна, нужно сделать следующее. Позволю взять себе активность для того, чтобы выловить куски уже не только холодного копчения, но и горячего варенья Горбуши. Да, совершенно верно. Аккуратно. Вот. И держки. Да, вот здесь нам нужно... Этот бульон мы будем процеживать. Мы его должны процедить, но давай мы, знаешь, как сделаем, давай мы оставим, пусть она немножко охладится, потому что мы иначе не сможем пропадать ей. Пускай она охладается, а бульон... А мы сейчас с тобой будем процеживать бульончик. Да, на секунду, это я сделаю, Александр, смотрите, вы... Да, поняла, да, значит, смотри, она не очень, она не горячая вообще, можно взяться, да. Вот с этой стороны точно. Не знаю, как там, но... А там надо... Прости, Иванечка, я не хотела. А здесь нормально. На ту руку мы как раз вот так вот наденем. Замечательно. И сейчас аккуратно... Ага. Я держу. Аккуратненько только, да. Я держу, держу, держу. Процежу. Бульончик. Бульончик. Ну, на самом деле... Вот, вот. Теперь, да, теперь мы его обратно выливаем в кастрюлю. Конечно, и доводим до кипения. И доводим до кипения. Есть. Так, теперь возьмёмся, значит, за крабы. Выливаем. И сейчас этот бульончик закрываем крышечкой. Да, 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 да. Спокойно даём ему возможность закипеть. Да. Всё готово у нас? Да, значит, он готов, его надо немножко охладить. Чуть-чуть. Ох, какой, дайте его. Перемешай чуть-чуть и охлади. Ох, какой он. Действительно коричнево-розовый. То есть так достаточно сильно он пожаренный должен быть. Очень хорошая сковорода, вот она, знаешь, она как-то вот держит тот цвет, который нужен. Так, давайте так, значит, у нас лук у нас охлаждается. Охлаждается, мы потом добавляем его в салат. И такой вопрос на засыпку. Скажи, пожалуйста, у вас есть чесночная соль? Если нет, тогда чесночок просто дольку. Да, конечно. Вот он же. Вся соль именно в этом, Лайцово. Да, конечно. Так. Чесночная соль. Так. Я бы даже взяла две. Даже две? Пожалуйста. Обычно мы так не поступаем. Но есть нештатное указание Министерства культуры навстречу народным артистам идти. Да. Так. Выдавливать мы можем ли уже, Лариса? Есть. Сейчас я почувствовал себя Джорджем Дюком. Который на вопрос, Джордж, ты опять эту дрянь ешь? Отвечает, yes. Так. Так, да-да-да, ножичком. Совершенно верно. Сколько здесь? Две головочки, да? Две дольчики. Две дольчики. Зубчика два. Так. Ждем, пока лук охладится. Теперь мы должны горбушку очистить от костей. Чем я сейчас и собираюсь заняться? Вот смотрите, друзья, внимание, как это элементарно делается. Все, поскольку она поварилась, она освобождается очень легко. Раз, горбушка. И я так понимаю, не только от костей, но и от кожицы, да? Желательно, да. Да, такой, потому что кожица у нее такая, что можно, извините меня, и сумочку сделать. Так, значит, крабы у нас стекли. Пока Ванечка отделывает, разделывает, и отделывает тоже. Можно и отделывает. Я займусь крабиками, да. Ой, у нас кипит уже бульон. Кипит бульон. Так, нам туда нужно вот эти кусочки горбуши. Так. И крабики, которые у меня уже готовы. Лариса, вы смотрите, как-то самопроизвольно разламывается она. Замечательно, все, давай. Я вот так... Ты знаешь, что вот такие куски, которые можно было бы просто положить одной ложкой. Да, в рот. Я понял. Да, совершенно верно, да. Тогда мы это так и делаем. Так. Давай рыбку сюда, бульончик. Мы выкладываем горбушу. Вот, и варим ровно 4 минуты. Слушайте, ну вот что значит японское блюдо? Напомните, как это называется сейчас? Канидзасуй. Канидзасуй. Совершенно верно. А лучок тоже мы туда добавляем. Лучок вот мы сюда добавляем. Салат. Ах, лучок это в салате. Конечно. Ах, вот оно что. Так, а яйца нам нужны... Думаю, что два яйца. По возможности. Если они не крупные, то тогда три. Имеется вот такого размера. Тогда еще одно. Это ж какие крупные должны быть планированными. Ну, да. Это вот эти трусины. А вы пробовали с трусиной яйца когда-нибудь? Да, ты знаешь, в Австралии. В Австралии. Но вы-то, кстати, в Австралии, вы же на секундочку дружите с Костей Дзю. Вы же у него бывали в гостях. А что в Австралии, кстати, чем порадовал вас Костя и вообще хлебосольные австралийцы? Костя, поскольку русский и все, кто у него живет в доме, это вся его родня и, естественно, все русские, то у нее, конечно, очень хлебосольные и там вообще замечательная семья. А из среди австралийской кухни? Единственное, что я там попробовала и что мне понравилось, это мясо акулы. Да ладно? Это ничего, да, но его надо очень умело готовить, потому что оно такое коварное. Ну, опять-таки, его надо еще поймать. Не такая она дура, чтобы так просто... Как-то им это удается. Да. А нам нужно, да, перенести сюда вот лучок. Давай. Лучок. Давайте я только сейчас вот наоборот. Знаете, как сделать? Не-не, масло там нужно. А, нужно нужно. Обязательно. Тогда все. Знаешь, лук с маслом, вот с этим, в котором масло-то пропиталось луком, а лук пропитался маслом, поэтому здесь очень важно все, каждая деталь. Чувствуешь запах, да? Да. За этот запах можно все отдать, и до того я в это верю. Так, новый тип только что в исполнении Ларисы Долиной. Так, а у нас все кипит. Четыре минутки варится. Две уже кипит, поэтому просто буквально через две минуты мы добавляем рис, да? Мы добавляем рис, да. И еще чуть позже яйца. Взбиваем сначала их, давай собьем яйца. Так, давайте. Давай их надо взбить, их же еще. Лариса Санна, безусловно, вопрос, который вам задают поклонники вашего таланта, а также завистники, которые думают, ах, как бы мне приблизиться к мастерству. И, наверное, думают, да все ясно в чем дело-то. Лариса Долина перед концертом, перед съемкой, у нее же есть там блюдо какое-то. Перед концертом, как правило, никогда вокалисты не едят. Слушайте, а вот хорошо, вы разбиваете сырые яйца, а вот этот миф, или это не миф о том, что сырое яйцо нужно выпить, чтобы голос прорезался? Это миф. Зря я. Все эти годы. Так, Лариса Санна, 4 минуты прошло. Уже прошло 4 минутки, да? Я напоминаю, у нас там горбуша и крабы, и вот сейчас мы туда можем рис, да? Рис, совершенно верно. С чувством исполненного долга. Так, Лариса Санна, а весь ли рис? Абсолютно. Да? До капельки. До капельки весь рис. Такой густой супчик получается. Ну вот смотрите, не-не-не. Теперь варим еще 3 минутки. Хватит, 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 достаточно. Сейчас варим, закрываем. Еще 3 минутки. Время пошло. Так, а вы пока, это для того, чтобы через 3 минуты добавить... Супчик. Слушайте, ну как все точно, это вот, это потому что японское блюдо, да? Это потому что я дева. А-а-а. Этим все объясняется. Да, а я овен, я сразу бухнул и сам туда нырнул. И съел все это и заснул, прямо там. Да, друзья, и такое бывает. Так, давай можем заправлять уже салатик. Давай майонезиком. Салатик майонезиком. Угу. Так, май... Да. Май. Некоторые просто думают, что майонез изобрели индейцы в племени майо. А-а-а. Какое заблуждение. Да, это заблуждение. На самом деле это изобрела майя. На самом деле, кристаллинская. Кристаллинская. А потом плесецкая добавила туда соль с перцем. Да. Плесецкая, да. Заня, да. Так, у нас есть специальные... У нас есть, да, вот я вам сейчас покажу. Смотрите. Мешалки. Осталась у нас... Какие красивые. Минутка до момента проникновения в наш супчик... Взбитых яиц. Взбитых яиц. Все, они готовы для того, чтобы их туда... То есть их запустить в кастрюльку. Слушайте, а супчик-то какой, а? Угу. Ого-го. О, нажористый. Нажористый. Ах, какой. Хватит всем. Так. И что? И прямо вот я беру. Берешь. И прямо это все выливаешь. И прямо туда выливаешь. А потом все это... А потом добавляем туда. А потом я взбиваю это все. Сельдерейчик. А сельдерейчик мы добавляем тоже вот на этом этапе еще, да? Еще варим сельдерейчиком. Значит, у нас мы туда запускаем это. Это вариться уже не должно. Мы выключаем это? Мы выключаем это. Все. Стоп, стоп, стоп. А перемешать-то не надо? Не надо перемешать вот это все? Смешай. А где? Чем? А? Вот этим. А-а-а. Так. Так. Угу. Так. Смешаем. И вот так. Закрываем крышку. Десять минут нужно, чтобы дошлось. Ну, милая моя, доходи, ага. Доходи. Ох, какой тут получился салат, Лариса Александровна. Тот самый знаменитый салат. Совершенно верно. Вот он. Я могу сказать, что мы, в принципе, можем готовиться... К застолью. Так, Лариса Александровна, я сделаю прием, которому нас научил всех Джордж Дюк. Хорошо. Прием называется... Вы этот прием много раз видели. Поскольку этот прием на ваших концертах часто повторяют зрители. Мы его делаем единожды. Но зато после него у нас сжимается время и моментально все становится готово. Смотрите. Раз. Два. Три. Пожалуйста, Лариса Александровна. Вы видите, что происходит? Вот только вилочки не успели, так сказать, к тарелочкам под салат положить. Давайте, прежде чем мы начнем все раскладывать, я бы хотел с вашей помощью, насколько я это запомнил, восстановить ход событий и напомнить, как мы готовили. Начнем с салата по рецепту Ларисы Долина. Мы берем семгу, кладем в кипящую воду семгу подсоленную и варим две минуты. После этого даем ей остыть и остывшую семгу мелко руками разбираем на волокнах. Кто как хочет. Можно ножом, можно руками. После этого, помимо этого, мы отвариваем рис. Риса, на самом-то деле, как мне кажется, нужно, ну, в вашем рецепте, немного. Кто-то любит больше. Одна треть стакана. И тоже добавляем в салат. Туда же мы режем яблоки. Немного. Немного зеленых, свежих яблок. Туда же мы добавляем достаточно долго обжаривавшиеся в растительном масле репчатый лук. Большая луковица одна. Выжимаем две дольчики чеснока. После этого добавляем туда лимончик, майонез, перемешиваем, украшаем маслинами, оливками. И салат готов. Это первый. Теперь давайте поговорим про суп. Теперь суп. Суп. Мы берем горбушу холодного копчения. Заливаем ее холодной водой. Доводим до кипения и варим 15 минут. Совершенно верно. После чего мы вынимаем горбушу, очищаем ее от костей, от кожуры. То есть сделаем то же, что и все. Да, и она остывает. И она у нас остывает. А бульон мы процеживаем, выливаем обратно и ставим на огонь. После чего добавляем в кипящий бульон горбушу. И крабы. И крабы. Вот, появились крабы. Четыре минуты варим. После этого добавляем туда сваренный заранее рассыпчатый рис. Совершенно верно. Стакан риса. Стакан риса. Вот, да. После того, как мы добавили туда стакан сварившегося риса, мы ждем еще три минуты и добавляем туда три сбитых яйца. Абсолютно точно. После того, как мы добавили туда три сбитых яйца, мы сразу же выключаем и добавляем туда росточки мелко порезанного сельдерея. И после этого мы еще туда за кадром вынимаем лимонный сок и раскладываем тарелку. И ждем. Мы уже дождались. Мы дождались. Как у нас музыканты, знаешь, как говорят? Нарядный. Нарядный супчик. Да. О, посмотрите. Прошу, Ванечка. Давайте поаплодируем, друзья, моей тарелочке. Тарелочке Ларисы Александровны. Да. Так. Все. Все. Ну, я предлагаю начать с супчика. Дорогая Ларисана. Может быть, конечно, имеет смысл ждать кого-то, но за ваше здоровье. Звучит. О, да. О, да. Слушайте, ну это просто очень... Интересный вкус, да? У нее получается очень нажористый. Замечательно. Теперь мы давай, Ванечка, с тобой попробуем салатик. Давайте. Ларисана. Хорошо. Ванечка, давай сначала тебе. Прошу. Самая сердиночка. Самая вот прямо, да. Если можно, мне из центра. Да. Ларисана, вам. Да, чуть-чуть. И, так сказать, вот сейчас, друзья, вилочка такого салата. И ощущение, что в гостях у народной сельскости, но лицедольная. Да. Я также хотел бы перейти к приятной миссии, дорогая Ларисана. Да. От нашего спонсора. Корзина ароматного цейлонского чая «Акбар». Чай «Акбар» – неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Это для вас. Спасибо. И это и не все, Ларисана. Всемирно известный производитель посуды компании «Таповая» дарит вам набор кухонных ножей и инструментов из коллекции «Космос». Кастрюлю от шефа из металлического каталога «Таповая». Будущее на вашу кухню уже наступило. Ларисанна, для вас. Спасибо большое. Дорогие друзья, а я счастлива объявить всем, что сегодня на кухне, на нашей царила, так же, как она царит на эстраде, народная артистка России Лариса Дорина. Ларисанна, сейчас к вам вернусь. Мы будем продолжать. Друзья, увидимся с вами ровно через одну неделю. И вы узнаете, что «Канидзасуй» в переводе с японского означает «Концерт окончен». Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.